всем добрый день сегодня 26 декабря мы едем к зарине с подарком подарок этот помог сделать один очень классный парень тимур он сказал что в комнате чего-то не хватает поэтому нужен телевизор и в комнату вот сейчас уже оплатили привезли должны были привести телевизор сейчас поднимемся установит и я думаю что будем здороваться с заринами передавать ей привет послушаем что она скажет какие эмоции насчет комнаты все такое подарок спасибо подарок красиво конечно комната коль шикарная я говорю я сегодня второй день просыпаюсь и так ладно вот все заходите сразу свой аккаунт я в шоке довольно такого мнения тоже довольно мне такого не было уже 300 300 лет назад все нормально сегодня еще и телевизор привезли вся новая вся новая вся новая абсолютно ну неожиданно воздух опять для завершения уюта ой прелесть какая прелесть какая прелесть какая прелесть какая красота у меня тоже там такое есть класс я не знаю как он работает у меня аж руки трясутся уже тут подарок я не знаю как он работает ооо вообще класс но когда темно еще вот так вообще обалдеть так красиво без света короче помнишь тот самый день когда ты мне написала про Зарину этот видос да помню ой мы сидели приехала ко мне в гости добрая красивая хорошая девочка Милана мы болтали обо всем снимали интервью с ней впервые в жизни в моем вообще как мы познакомились вообще как мы познакомились с Миланом Милан мой педагог по СМ менеджеру вот кстати сертификат где его не училась справа да Зарина прошла у меня курс я просто прошла курс у Миланки благодаря ей я устроилась обалденную компанию агентства Shadow я там работала на тот момент и говорю вам нужна девочка которая вот онлайн может работать она говорит нужна и сколько уже три года третий год третий год ну 2,8 по-моему но я в июле в июне начала работать сейчас в декабрь да два с половиной года вот так вот с первого дня меня взяли вот по сей день мы там работаем я работаю вот видно на протяжении всего времени два с половиной года Милана меня во всем поддерживает тоже помогала ей в работе какие-то советы если что-то не понимала обращалась к ней она меня может сказать наставляла вот да по сей день наставляет если что-то мне нужно по работе спросить узнать вот и так же вот получать 1 декабря ко мне в гости приехала Милана мы с ней снимали интервью она тоже меня учила как это делать потому что я не знала как это делать все и мы в разговоре просто как бы начали разговаривать она мне спрашивала про мечту я говорю ну мечты говорю у меня нет так особо потому что самое главное что дома все было хорошо и когда в разговоре просто разговариваешь я с ней делилась я так давно хочу комнату сделать уже третий год так все надоело каждое утро просыпаешься одно и то же засыпаешь тоже ничего интересного нет все такое тусклое стало вот буквально за несколько секунд она берет в руки телефон прямо в этот момент звонит не звонит отправляет кружочек видео в телеграмм Егора так и так есть девочка сможете помочь он в эту же секунду говорит да окей классно завтра мы приедем короче это моя знакомая девочка она на инвалидной коляске вот это ее комната ее мечта к новому году сделать поклеить поклеить обои не смущайся вот вот сейчас я покажу комнату вот комната она не очень большая если что-то получится будет очень круто вот наша коляска вот комната вот такая в телеграмм Егора так и так есть девочка сможете помочь он в эту же секунду говорит да окей классно завтра мы приедем все посмотрим это все так завертелось буквально за несколько дней по-моему вот ну если вы первого числа сидели первого декабря я приехал уже шестого ну вот пока познакомились по телефону пока созвонились пока это вот все пока вы приехали узнали все так это все настолько моментально да и на следующий день уже начали потихонечку закупать и материалы по-моему не ходили там выбирать уже очень времени понадобилось потому что ну пока смонтировали ролик пока я его выложил в сеть там буквально несколько дней ну вы начали быстро 10-го на самом деле это очень быстро ну 15-го уже только приехал делать ремонт 15-го в любом случае это очень быстро хотя на самом деле мы старались ну больше времени уделять ремонту но так как я работаю и ребята все работают как бы не получалось ну нормального времени выделить все равно все свое свободное время делали очень быстро я кстати очень удивлена то что ну как сказать удивлена да наверное то что ты сам все это делал да почему нет ну смотри я как я это думала ты всех объединяешь там кто-то что-то скидывает денежку а кто-то там приходит делает своими руками а ты руководишь как бы координируешь это все в моем представлении это было так учитывая твою занятость и то что у тебя ночная работа типа ну днем куда ехать вообще вот и тут я смотрю сам один да да еще часто делаешь и обои во первых он подготовился сам один да я не знаю он собрал все обои потом уже потихонечку батарею он тут сам тоже доработал я все видела я слежу за этими роликами он постоянно он был в процессе везде и клеить и все что можно он не пропускал как говорится ни одного дня без него не проходило действительно так вот я еще все это время болела в той комнате вот я находилась в поле пару дней не могла сюда выходить даже вот ролики я понимаю я даже не могла просто даже сесть грубо говоря лежала лежала но все равно потом но в душе это все равно знаешь хоть и болеешь хоть и болеешь но все равно так ну когда поскорее уже вызвали когда я увижу комнату наконец и вот это свершилось пару дней назад буквально я зашла сюда я просто обалдела у меня слов нет я говорю мамочка я говорю ну я не ожидала я бы такого я бы себе не сделала бы такое вот так быстро на такой короткий срок и столько всего но даже если бы я обои покрыла я бы не стала купить новый миг это в любом случае это было бы годами я говорю у меня слов нет я говорю у меня шаг нет я вот сюда пришла и каждое утро просыпаюсь сегодня вчера как удобно на кроватке села и мне не шатает лево-право она такая ровненькая такая уже была это не туда не шатает я пусть я так сижу мама у вас про окошко прозрачной все белое стало окошко вообще идеально там же они поменяли что не одно а стекла поменяли а стекла а стекла а стекла я помню вроде подоконник да делала подоконник новые стекла новые обалдеть ну классно шторы тоже новые ну да я не могу сказать что они новые нам просто в этой комнате да нам бахтинур помог с этими занавесками стюля бахтинур это соклубник мой с мотоклуба люстру нам тоже дали нет мир света мир света это тоже мой соклубник они дали люстру нам бесплатно мы вышли ну ходили там выбирали люстру тоже нам дали бесплатно я видела да а кстати обои ты сама выбирала? да ну я ходил по базару и понимал что тот цвет который она хочет и то что у нее в голове была картина какой-то то что она просила белого ну типа светлую комнату а если розовый вот это бы мебель то есть не смотрелось бы здесь вообще никак я искал с каким-то оттенком я понимаю что комната серая но она белого отдает ну то есть она очень светлая стала вот 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 элементы блестящие они очень здорово освежают и ну пространство дает на самом деле классно и хорошо то что не белая да 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 то что это был бы этот смелительная рубашка такая нет ну я присылал все что там было и такого прям розового не было оттенок есть какой-то я знаю комната вот такие аляпистые были комната очень благородно смотрятся да очень как сказать дорого не могу сказать евро-евро любой нет даже не так просто вот как очень презентабельно смотрится на самом деле и шторы очень классно телик это вообще каким образом телик так получилось когда в субботу я был на работе ко мне подошел парень у него был день рождения в этот день у него день рождения он говорит мне очень понравился твой видеоролик очень классно что ты занимаешься такими вещами типа круто но в комнате чего-то не хватает я говорю наверное да чего-то не хватает я думаю может картину какую-нибудь еще что-то в голове было ну на новоселье подавить картину и он ко мне подходит слушай говорит возьми телевизор и в комнату типа смартовский пускай висит все вот тебе деньги дает на свое день рождения парень дает деньги на то чтобы у тебя в комнате появился телевизор Тима тебе огромное спасибо за это огромное спасибо вам Тимур я думаю что тут наверное всем надо передать спасибо всем каждому кто участвовал я всех по именам не знаю кого видела это вот Дима видела Радмира видела и Игоря кого я знаю вот две девушки мама ее связала мне кстати половиночку такое это очень теплый такой приятный это Светлана ее мама что не надо жарко я знаю тут она такая тепленькая такая прям вот вот потом вот передали мне постельное белье покрывала подушечку тоже это все новое абсолютно вот ну и всем всем ребятам кто мне помогал действительно в этом деле огромное огромное чистое сердце большое безграничное спасибо вот не знаю я думаю мне так тяжело как это говорить дыши дыши но я действительно не ожидала что вот у нас вообще есть настолько добрые столько людей я поначалу я даже не верила если честно я думала так все сказали ну сказали и все это и тут я думаю как все это завертелось загружилось как это все ну вообще у меня просто нет слов действительно Егор это человек который с такой большой буквы я видела во первых я очень чувствую людей я вижу людей он с таким этим вот с желанием с такой вот большой любовью не то что просто прийти вот он обещал он сделать выполнить тоже и уйти тоже нет вот он прям с любовью с каждой штучкой там посмотрит там проверит правильно и неправильно вот до такой степени он ну вот поэтому дай Бог просто в жизни побольше таких добрых людей добрых дел для многих вот людей которые вот в мире вот в нашем Ташкенте я имею ввиду которые нуждаются люди чтобы вот побольше таких добрых людей чтобы каждому могли ему помогать какой-то частичка любви маленьким подарком даже если не получается что-то больше сделать это все настолько приятного даже внимание даже я выберу этот месяц прожила он у меня пролетел хоть я и болела хотя бы это долго не болела давно очень 6 температура а то столько людей новых вот это все умеешь такую нет это была перестройка это перестроили рождение на него это тоже немножко вот короче столько людей чтобы это всего и вообще эмоционально столько все я же люди редко вижу закраска варила тоже тебе бежал вот там вот мне не хватает вообще а тут столько всего примут этого все я говорю я могу одно сказать что на следующий год мне такие большие планы на себя во первых полностью заняться по еще раз своим здоровьем полностью заниматься именно лс и как стать начну заниматься полностью пока потому что я не занималась больше куда все говорила вот начнем худеть потому что это правило здоровье и потихонечку потихонечку я планирую действительно дала себе такое указание еще вот будет новый год загадая желание к сентябрю я даю как я раньше стояла на ходунках я постараюсь так давай не задаешь сколько людей тебя и я когда это сделаю я джедлый вас позову мы обязательно это сделаем мы все это обязательно это сделал когда стал на по и скажу всем привет это было это будет но и тайм если там глупости могу конечно нужно за себя взяться а теперь у меня есть и желание и красивой комнат в которой хочется находиться теперь хочется больше проводить времени и заниматься есть любимая работа любимая комнаты осталось только только заниматься собой. Поэтому, я говорю, я безгранично счастлива. У меня даже то, что все, то, что мне хотелось, я говорю маме тоже, мне сейчас все это есть. Мне больше ничего не нужно. Кроме того, чтобы здоровье было, все. Мне даже, без казар, там что-то все. Я говорю, я ничего не хочу. У меня все есть. Просто заниматься здоровьем, работать на своей любимой работе. Ты сама знаешь, как я люблю свое, обожаю просто безумие работы. Это мой здоровый дом. Я занимаюсь очень большой трудоголик. Если у меня что-то не получается, она будет тюкать туда, пилить, пока до нее не дойдет, пока у нее не получится. То есть, вот просто активно, ну ладно, так сойдет. Нет. Это вообще не вариант. Типа, как было, с чего мы начнем? Вот это, да? Нет, нет. Это, это. Это первый день, первый ролик. Да, это оно. Я сейчас вам расскажу, куда выйду уже из дома, дает удовольствия. Расскажу, в чем дело. История такая. Вот, вот, да. Вот тут локошка, какие-то новые. Все было завалено, застали, несколько, все было. Звук. Где-то у телефона. Это 10 лет на одну и другую комнату, не очень комфортно, интересно, хочется, чтобы вас надо, нужно просыпаться, конкретно. Дима на заднем плане, там мерит, уже комната. Процесс пошел, да. Дима на заднем плане, там мерит, уже комната. Процесс пошел, да. Вот, 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 вот. Вот, вот, вот. У тебя еще стол новый смотрел? Да, все новое. Это полный. Нет, да. Этот стол, этот стол сделали на заказ, там немножко другие размеры у этих столов. И парень, одноклубник мой тоже, и брат его зовут, он приезжал, помню, когда мебель завозили, вот он был со мной вот этот день. И он заказал полностью, сам оплатил, сам оплатил и доставку, все просто вот именно по размерам, то, что мы переписывались с Алиной, она сказала, какие размеры, вот по этим размерам сделали. И вот это все я думаю, что это большая заслуга каждого, наверное, человека, который приложил руку и сердце, и душу свою, потому что я понимаю, что без людей, которые помогают все это сделать, не получилось бы. Но и понятное дело, что без этого ролика, если бы люди не видели всю эту историю, как это на самом деле делалось, что это, ну, типа, как мне сказали, типа, зачем тебе это нужно? Я не знаю, я хотел просто помочь, и когда, сколько, блин, месяцев прошло, когда мы с тобой разговаривали, то, что я хочу, что у меня есть такая идея, что я хочу этим заниматься, не знаю, просто я не помню, это было, по-моему, летом, да? Да, да, это было еще летом, и мы тогда с тобой договорились, что я тебя кому-нибудь подпырю, вот, что-то как-то потом это все затянулось, непонятно, что произошло, а потом я у Зарина сижу, думаю, Готя, так, Готя, и вот тут как раз таки пазл сошелся. Вообще, вот неожиданно, вот как бы, ты же не для этого приехала, чтобы там, я имею в виду, что вот все получилось спонтанно, неожиданно, и вот так вот, все быстренько. Я тебя хочу поздравить со стартом. Да. Да, начало. Я считаю, что это крутой старт, и очень круто, что, да, я надеюсь, что будут еще, ребят, мне сейчас есть еще один парень, я к нему съездю, пока, пока, в следующем году план есть к нему съездить, не знаю, что у него, как у него, я просто знаю, что он тоже на коляске парень, хочу съездить, и он живет с бабушкой, и будет, я думаю, что следующая история уже в следующем году, будем съездим, посмотрим, что, как. Я просто пока не знаю, что у него, как у него, надо съездить, поговорить, пообщаться. Малый, музыку скучает. А сколько лет парень? Не знаю, я не ездил, если вам вы симпатичны, мы берем. Я думаю, что надо съездить, а там дальше будет видно уже. Давайте я завершаю, наверное, на сегодняшний день пару слов, что проектный. Да нет, стой, наоборот, в кадре будь. У меня передняя, передняя камера не работает, передний экран на камере не работает, я не вижу, как я себя снимаю, в основном обычно. Сегодня 26, 26 декабря, ровно 20 дней, с того момента, как мы приехали. За 20 дней мы успели сделать в комнате ремонт, сегодня вот привезли еще телевизор, мебель полностью все новое, да, вот я в черном, как обычно. И, да, спасибо всем, спасибо, кто участвовал, кто был. Еще есть пару каких-то деталей, которые хотелось бы доделать, но это все потом. Увидите. спасибо большое. Огромное еще раз. Я очень благодарна всем, от всей души, от всего сердца, с наилучшим пожеланиям, с наступающим вам, с Новым годом, и пусть все ваши мечты обязательно исполняются. わか vas. Субтитры сделал DimaTorzok,